А дальше поговорим о путинских нарративах. Фактчекеры сделали разбор интервью диктатора Карлсону. Если в словах российского президента хоть зерно правды, обсудим это, а также поговорим, кто в Европе помогает России распространять нарративы пропаганды. Есть целая сеть лжеэкспертов, которые синхронно озвучивают одинаковые российские фейки, получают одинаковые награды и ходят друг к другу на эфиры. Их Кремль использует как внутреннюю, так и на внешнюю аудиторию. Аналитик проекта «Воксчек» Алина Тропынина присоединяется к нашему эфиру. Алина, здравствуйте. Здравствуйте. Алина, скажите, вас лично что-то удивило в этом интервью? Или, возможно, даже рассмешило? Ну, во-первых, это было мало похоже на интервью, скорее на монолог одного псевдоисторика, которому поддакивает второй псевдоэксперт. Мы в «Воксчек» неоднократно опровергали заявления Путина из различных выступлений и публикаций. Он не сказал ничего нового, повторял все те же нарративы российской пропаганды. Так Путин в очередной раз пожаловался, что США его обманули насчет гарантий о нерасширении НАТО. Также Путин намекает на то, что США якобы управляют Украиной, революцию достоинства называет государственным переворотом и заявляет, что Россия будто бы никогда не отказывалась от переговоров. Это все Украина. На самом деле формулу мира Украины они отвергли, а переговоры в понимании России — это капитуляция Украины. Не обошлось и без экскурсов в выдуманную историю Путина, где Россия якобы является правоприемницей Киевской Руси, а Украину создали коммунисты. Однако в этом и была его цель. Пропаганда не должна быть оригинальной или заковыристой, она должна быть повторяемой. Чем чаще, настойчивее, интенсивнее повторяются одни и те же идеи, тем лучше они закрепляются в сознании. Это называется эффектом повторения или эффектом иллюзии правды, когда люди воспринимают информацию как правдивую, если слышали её несколько раз. И даже если это утверждение маловероятно, или оно уже было опровергнуто. В начале этого так называемого интервью Путин почти полчаса рассказывал свою альтернативную версию истории Украины. Он часто это делает. Скажите, есть ли понимание, от чего у него такая зацикленность на Украине и на украинской истории, которую он перекручивает до нельзя? Таким образом, он, как вы правильно сказали, транслирует свою альтернативную историю. Нужно понимать, что для Путина подобные интервью – это площадка, где он может распространять свою ложь, распространять российскую пропаганду. Ведь Такер Карлсон, он имеет многомиллионную аудиторию, часть из которой это лояльная аудитория, которая ему доверяет. А значит, доверяет его выбору и спикерам, которых он приглашает. Мы, как украинцы, видим лжеца, который рассказывает выдуманные истории, а западная аудитория видит опытного рассказчика, который уверен в том, что он говорит. Это также опасность, потому что не всем могут быть интересны детали украинской истории. Они видят только общее представление. И эти же люди потом будут использовать полученное представление для формирования своего мнения об Украине, о потребности ее поддержки. Ну вот Путин не просто достаточно свободно интерпретирует историю Украины конкретно, но и путается в собственных интерпретациях. То он говорит в этом интервью, что Украину создал Ленин, то Украину создал Сталин. Как вы думаете, о чем это может говорить? Если, как вы сказали до этого, пропаганда хороша тогда, когда толдычится одно и то же. А тут он говорил все это время о Ленине, а тут вдруг еще и Сталин появился. Так мы дойдем и до Брежнева как-то получается. Ну вот думаю, мы в этом можем найти подтверждение тому, что это выдуманные истории, что это ложь. Он как бы сам способствует подтверждению этих слов, что это все ложь. А вот это его оговорка о том, что отец Зеленского воевал против фашистов, хотя на самом деле отец Зеленского в 1947-м только родился. Это намеренная оговорка или он уже действительно, ну как некоторые говорят, в таком маразме, простите за слово, что не понимает, о чем сам говорит, путая собственные версии событий? Мы не можем точно утверждать намерение Путина, но определенно подобные оговорки облегчают нашу работу и позволяют показать, что в его истории много несостыковок. А там есть хоть доля правды в этом интервью? Мы должны понимать, что любые манипуляции, они формируются, для них нужна хоть какая-то часть правды или факта, чтобы можно было манипулировать. Но определенно из того, что мы видим, это как манипуляция правдивым, не то чтобы правдивыми, реальными фактами, например, то, как он использует реальный факт существования революции достоинства, но в то же время называет ее государственным переворотом. Вот из подобных манипуляций и состоит все его выступление, а также, конечно, откровенные лжи. Мы часто в наших эфирах говорим о том, что российская пропаганда, она ведь не только на внутреннюю аудиторию работает, но еще и на внешнюю. И как российская пропаганда запускает щупальцы буквально в каждую страну пытается распространять и навешивать людям свои нарративы. И есть ли понимание, кто в Европе помогает России распространять их лжеправду? Да, например, если мы возьмем Такера Карлсона, это один из наиболее известных псевдоэкспертов, принадлежит к части сети про кремлевских спикеров, которых мы выявили. Он, если позволите, кратко о нем расскажу, это экс-ведущий американского телеканала Fox News. Его уволили в 2023 году. И после этого он пошел в вольное плавание и запустил собственный видеоблог. И первый же выпуск его шоу был посвящен подрыву Каховской ГЭС, где он обвинял в этом Украину. До этого он также неоднократно оправдывал российскую агрессию, распространял фейки об американских биолабораториях в Украине и говорил о том, что поддержка Украины якобы вредит Западу. Так, мы в Оксчек совместно с Центром противодействия дезинформации проанализировали 26 западных псевдоэкспертов, которые распространяют тождественные пророссийские нарративы. И мы выявили, что их деятельность имеет признаки сетевой. Мы учитывали их публикации и выступления с 2014 по 2023 года. Так, они выступают на одних и тех же площадках, публикуются в одних и тех же изданиях, часто с сомнительной репутацией, дают друг другу интервью, получают одни и те же награды, и так или иначе связаны с Россией. Например, сотрудничали с российскими государственными медиакомпаниями «Раша Тудэй» или «Спутник», или же они посещали Россию, а то и вовсе проживают там на постоянной основе. И очевидно, а потом этих же экспертов, лжеэкспертов, российские пропагандистские СМИ цитируют, а вот американский эксперт сказал о том, какая Россия молодец, а все остальные не молодцы. А вот французский эксперт сказал об этом. Знаете, что еще интересно? Знают ли в Европе, в широком смысле этого слова, то, как о Европе говорят в России? Я сейчас даже не говорю о том, как ее называют гееропой, о разгуле садамии и так далее. Если взять телеграм-канал Ольги Скобеевой, одной из лиц кремлевской пропаганды, там едва ли не каждое пятое сообщение о том, как страшно и ужасно живет Европа. Полки пустые, люди мерзнут, потому что, естественно, отказались от российского газа. Как же им не мерзнуть? Вот в Европе они в курсе, что, по мнению кремлевских пропагандистов и, по мнению очень многих россиян, которые потребляют эту информацию, лживую информацию, естественно, что, по их мнению, они вот так ужасно живут. Там по два огурца в одни руки в Британии выдают, например, по мнению Ольги Скобеевой. Мы должны понимать, что часть российской пропаганды они как раз-таки получают через своих западных экспертов, которые распространяют эти пророссийские нарративы на свою аудиторию. То есть у них есть спикеры, свои спикеры западные, которым они доверяют, которые имеют для них авторитет. И они их слушают, и они слышат то, что они им говорят. Ту часть пророссийских нарративов, которую они им доносят. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова